Новые программы, новые технологии. На конференции в Высшем строительно-экономическом колледже обсудили изменения в образовательных программах. О нововведениях в работе учебного заведения расскажет наш корреспондент Диана Салихова. В начале 2022 года учебное заведение получило статус высшего. Теперь колледж может готовить специалистов прикладного бакалавриата. В этом году по такой программе занимаются 25 студентов. Обучаются они бесплатно. Помимо этого, при поступлении в СКУ имени Монаша Козыбаева, они могут перескочить на два года вперед, то есть начать обучение с третьего курса. Свою лепту в обновленную программу вносят и социальные партнеры колледжа, будущие работодатели. Мы обсуждаем рабочую новую, рабочую учебную программу прикладного бакалавриата, для того, чтобы она была адаптирована и для наших студентов, и для работодателей, и была приемлемой для университета. Прикладной бакалавриат дает возможность поступить на третий курс. Ну и, соответственно, мы дорабатываем рабочую учебную программу, чтобы они могли сразу быть хорошими специалистами без стажировки. Помогает в обучении новое оборудование. С 2020 года студенты занимаются 3D-моделированием. Эта технология позволяет делать более точные расчеты и учитывает все ошибки. На компьютере можно подробно рассмотреть, как и из чего сделан дом, а еще посчитать каждый кирпич и узнать, сколько сантиметров от двери до окна. Ее уже используют студенты в своих курсовых и дипломных работах, также в конкурсах по 3D-моделированию. Это очень перспективное направление. Мы нашим ученикам помогаемся устроиться в жизни, быть конкурентно способными. Кроме 3D-моделирования в программах, также мы занимаемся самым обычным проектированием, учим чертить. У нас современное оборудование компьютерное, современные кулеры, 3D-принтеры, 3D-сканеры. Если кто-то ошибся в размерах на чертеже 2D, это будет не сразу заметно, а только когда уже здание построится. А это фатально перерасходом материалов, фатально тем, что здание может обрушиться. Всего в колледже обучаются более 1100 студентов. Диана Салихова, Вадим Ударисов. Итоги дня.